Ну, всем огромный привет, наши дорогие и любимые друрурум! Мы вернулись, мы дома наконец-таки, и все хорошо. Хотела сначала выложить вам видео прямо с отдыха, как мы там в Сочи, но я его не успела подготовить, к сожалению, и сегодня будет видео как раз про то, как мы вернулись, и вставлю вам обязательно отрезочек с нашего отдыха, просто чтобы вы имели представление, как это было вообще интересно. Значит, немножко такое отступление сделаю, поскольку мы уже дома, можно просто выдохнуть спокойно, и все хорошо. Когда мы полетели туда, у Тихона же была сломана нога, но ему прямо перед отъездом, в день отъезда мы съездили в травмпункт, ему сняли гипс. Почему-то врач не стала делать ему контрольный снимок, хотя обычно его делают. Ну, в общем, ему сняли и сказали, все у вас хорошо, все нормально. Ну, мы такие радостные, она говорит, ну, как бы, сильно не прыгайте и не бегайте. Ну, окей, не будем прыгать и бегать. Вот, и мы такие довольные, радостные полетели туда. Поскольку у Тихона еще была, она перемотана, и мы заранее заказывали сопровождение маломобильных граждан, нас в аэропорту от компании Аэрофлот встречал, ну, как бы, человек, который помогает вот людям с ограниченными возможностями. И, вы знаете, так было здорово, потому что Тихону посадили на коляску на такую вот, и дальше быстро-быстро мы там без очереди со всеми детьми, с нашими чемоданами и колясками прошли. И очень было классно, кстати, мы когда все-все-все прошли, значит, там все люди стояли, ждали автобус, чтобы их автобус довез до самолета. Нас же этот человек отвел в стороночку и подняли нас в такую машину, она, короче, как грузовик большая, что ли, кабина такая большая. Там посадочных мест, кажется, нету или есть. Там в основном ездят вот как раз на колясках инвалидных люди, которые вот путешествуют, их туда завозят и дальше к самолету отвозят. Вот, и мы такие туда зашли, нас и семью туда взяли, отдельно нас отвезли к самолету. Потом вот эта вся конструкция, я не знаю, вот этот кузов, он прям весь поднялся на уровень двери самолета, и мы дальше уже перешли в самолет. В общем, было такое интересное у нас приключение, потому что вот этот сопровождающий, он вообще такой оказался добрым человеком, прям, я не знаю, Господь нам послал какое-то спасение, потому что если бы мы стояли с девятью детьми в общей этой очереди, а там люди такие, мы типа тут все с детьми и никого пропускать не собираемся, я думаю, мы бы там умерли, наверное, потому что было очень сложно. Вот, ребят, правда скажу, всегда на лайте у меня все хорошо, все весело, но в этот раз было просто как-то очень сложновато. Вот, сели мы в самолет, и дальше было все замечательно, потому что я взяла детям очень много развивашек, много всяких перекусиков, и вообще им было в самолете интересно лететь. Наши дети не издавали ни звука, то есть они вот как летели, они не кричали, не ругались, не ссорились, не плакали, все было замечательно. Вот, это я вам такое отступление сделала, потому что было очень это интересно, я прям очень хотела с вами этим поделиться, что есть, оказывается, такая услуга, сопровождение маломобильных граждан, и ее можно заказать бесплатно абсолютно. Вот, мы уже, когда обратно мы летели, мы уже отказались от этой услуги, потому что тише с ногой все, слава богу, стало нормально. Чемодан это я разобрала, и осталось теперь разложить самое, так сказать, дорогое сердце, парфюм и косметику. Всегда беру с собой духи. Вы-то знаете, как я люблю вкусные ароматы. Девчонкам, кстати, перед отъездом заказала вот такой парфюм. Это молекула, и еще взяла Том Форд, это просто мои фавориты. А то мои девчонки постоянно у меня таскают духи. Это аналоговый парфюм французской фирмы Де Пари. Этот парфюм собран с нуля из сертифицированных ингредиентов. А аромат получается максимально похож на брендовый, но цена на него гораздо ниже. Ароматы разливают вот в такие одинаковые фирменные флаконы. И не нужно переплачивать за упаковку и бренд. У девчонок, кстати, по 50 мл, также есть по 15, а еще представлены объемы 30 и 100 мл. И знаете, кстати, ароматы Том Форды, они просто вот очень похожи на оригинал. Такие же стойкие и вот прям вот, знаете, я-то оценитель. Вот. А молекула, я заказала первую, вторую. Вот вторая, она, знаете, вообще те, кто любит молекулу, они знают, она отдает морковкой. Вот вторая прям максимально похожа. Конечно, не 100% попадание, но такие же стойкие, как и оригинал. У Де Пари ароматы содержат только натуральные ингредиенты. Они, кстати, не вызывают аллергию и не сушат кожу. На сайте размещены фотографии флаконов известных брендов. Для того, чтобы вам было проще понять, на какой парфюм будет похож именно ваш аромат. Цена на сайте указана за пластиковый флакончик. А чтобы приобрести стеклянный флакон, нужно сказать об этом менеджеру, который будет вам звонить после оформления заказа на сайте. Стоимость стеклянного флакончика плюсом 100 рублей. А сейчас, кстати говоря, дорогие мои друзья, проходит очень классная акция. При покупке 4 ароматов еще один аромат будет идти вам лично в подарок. И еще для вас, мои хорошие, специально минус 15% на весь ассортимент по промокодику скидка. Ссылочку, конечно же, оставлю под видео в описании, чтобы и вы, мои хорошие, благоухали такими ароматами, которые вам очень хочется. Так вот, мы когда прилетели туда, у него нога опухла так, что я думала, она лопнет. И появился огромный синяк. Я думаю, ну все, это, видимо, там все совсем плохо. Ну, в общем, мы поехали быстро, нашли там платную клинику рядом, сделали ему снимок. Оказалось, что перелом у него не зажил, там у него трещина еще осталась. И оказалось, что у него отсколок, косточки или чего, не знаю, отсколочек прямо вот под этой косточкой. И он дает такую травматичность, в общем, что-то такое нам врач сказала. И она сказала, вам нужен покой. Замотали нам опять бинтом, она сказала, у нас в клинике гипс не накладывают, но вот можно сделать тугую повязку. У детей быстро, в принципе, все срастается. И ему будет достаточно. Разрешила, кстати, плавать, но сказала не бегать и не прыгать. Поэтому в отеле нам выделили, опять же, эту коляску инвалидную. И дальше мы на этой коляске уже передвигались по отелю, возили Тихона на пляж. Вот, очень было, короче говоря, занятно. Конечно, Тишеньке большой, огромный памятник, наверное, потому что вот этот первый день, когда нога опухла, ему было больно. И мы ему мазали всеми мазями, какие мы с собой взяли, вот, чтобы это обезболить как-то. И когда нам уже сказал врач, что конкретно нам надо делать, ему стало прям намного легче. Буквально через дней пять, наверное, вот нашего отдыха у него прям отек совсем спал и прям легче стало. Вот. Обратно, когда летели, все было хорошо. Мы летели ночью. Кстати, вообще лайфхак надо брать, когда летите туда. Перелет днем, а обратно уже можно вечером к ночи ближе, потому что как раз-таки приезжайте домой и быстро спать. А когда вот прилетаете туда вечером, мы вот два часа сидели на ресепшене, отдельно вам об этом тоже расскажу. И это уже в следующем видео расскажу как раз про наш отдых и там вот про все номера. Вот, чтобы там не сидеть с этими спящими детьми среди ночи на ресепшене, надо лететь днем. Я так вот для себя поняла. Вот, а сюда мы прилетели ночью, очень хорошо. Наш знакомый привез нам машину в аэропорт, огромнейшее ему просто спасибо, потому что мы на своей машинке приехали домой, быстренько положили всех детишек спать и вообще было все замечательно. Вот. Так, ну а теперь мы разбираем чемоданы, разобрали. Конечно, куча всего у нас тут накопилась. Но поскольку мы очень долго отсутствовали в Москве дома, у нас тут накопилось очень много дел, я старалась по максимуму отдыхать. Снимала для вас видео, конечно же, но я там практически ничего не монтировала. Изначально я хотела такая снимать там и прям выкладывать сразу, но потом муж сказал, нет, Ань, мы приехали отдыхать, давай по максимуму попробуем это сделать. Хотя на самом деле, честно вам скажу, отдыхать с девятью детьми, вот в этот раз я просто поняла, что это невозможно. В общем, поскольку мы решили дать отдохнуть нашим старшим девочкам, то есть мы им вообще отдельный номер взяли, и они там себе спокойненько отдыхали, спали до скольких хотели, ходили и кушали, ходили, не хотели, не кушали. В общем, каждое утро мой героический муж вставал где-то пол седьмого утра и пробежкой бежал до моря, брал с собой Полину, они там прогуливались. Она сама хотела, мы ее не заставляли. Вот, брали кофе, на берегу моря они пили кофе, потом возвращались уже к нам, мы все вместе шли на завтрак. Это такая процедура была уже традицией, и каждое утро вот они уходили, значит, в заплыв. На самом деле это очень здорово, потому что у Полинки теперь такие прям очень классные, яркие воспоминания, и именно вот об этом времени, проведенном с папой. Мне кажется, вообще в наше время, поскольку время у нас такое очень активное, очень динамичное, да, детям часто не хватает внимания, как со стороны папы, так и со стороны мамы. Но со стороны папы гораздо больше, потому что папы работают, папы уходят, дети спят, папы приходят, дети уже спят. Вот, и в нашей семье не так, потому что папа у нас каждый день не работает, но тем не менее, все равно, обычно он с малышами на великах, еще куда-то, а тут он прям вот практически каждый день. Они ходили, наверное, дня два не пропустили, они ходили прям на море с Полиночкой, и я очень этому рада, потому что они пообщались, и как-то, может быть, даже у них сблизились какие-то там отношения, я не знаю. Вот, ну, в общем, это здорово. Я прям всегда радуюсь, когда папы участвуют активно в жизни детей, в их интересах и во всем, что есть. Вот, конечно, море, оно прекрасное, и вообще не хотелось оттуда уезжать, не хотелось оставлять его, но очень хотелось домой. И вот эту дилемму, конечно, решить, наверное, невозможно, потому что приходится оставлять море и приезжать домой. Вот последний день у нас был там шторм, и было так красиво, вы себе не представляете, там вдалеке плавали дельфины, в море заходить было нельзя, потому что был шторм, еще раз повторюсь. Музыка 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 Это же просто, оно не передается через камеру, оно не передается словами, и ты заряжаешься этой энергией, такой приезжаешь, давайте делать, давайте. Вот. Но, честно вам скажу, конечно, мы с мужем там совершенно не отдохнули, потому что 9 детей, за ними нужен присмотр вообще круглосуточный, Поскольку старшие у нас Мы их отпучковали, они отдыхали На нас были все малыши И мы старались просто никого из виду не выпускать Потому что буквально отвернешься Маша, Федя куда-нибудь залезут Я очень переживаю, когда дети купаются Хоть они в нарукавниках, кругах Они в жилетах, все равно ребенок может Выскочить из круга, может сдуться нарукавник Может накрыть вода И он там все равно потеряется Я даже присесть не могла Я на пляже, у бассейна Я вот наверное покупалась два раза всего Я стояла, смотрела, чтобы никто Ничего, Костя был в воде с детьми А я стояла на берегу И каждый раз пересчитывали по головам Чтобы все были на месте, чтобы все точно Никуда не девались Слава Богу, никого не потеряли Потому что было такое дело Когда мы ездили на море Кого-то обязательно из виду упускали И после этого я теперь вот всегда Знаете, как этот Такой смотритель Смотрю, где мои все головы Вообще, мне кажется, надо обязательно Какие-то метки Шапки, я не знаю В шапках жарко, они ныряют Поэтому мы не одевали особо там Эти головные уборы Только когда на берегу Кепки пацаны одевали Вот А так Они все в одинаковых Там плавках, можно сказать Вообще, вы знаете Я перед отпуском Почитала Такой прям совет Дельный тренер по плаванию Что надо детям покупать Яркие купальники Яркие плавки Прям вот ярчайшие самые Потому что ребенка, например В синем купальнике Или там в зеленоватом Найти очень сложно В воде Потому что он сливается с морем И это основная масса Покупает такие купальники И мы поэтому Нюри взяли ярко-розовый У Люши был такой бордовый У малышей У Маши вообще тоже Такой розовенький был У мальчишек Там у этого Феди голубенький Ну, в общем, постарались Сделать так, чтобы Максимально обезопаситься Все у нас, слава Богу, получилось Друзья Поэтому Кто еще не решился Или в раздумьях Берите и езжайте на море Вот даже, знаете Не надо думать Мы когда первые разы ездили У нас там было двое детей Трое детей Пятеро детей Потом уже было С шестью детьми Мы ездили на месяц в Черногорию У нас тогда не было дохода большого У нас были две зарплаты Моя до мужа Вот И мы заняли денег И поехали И вы знаете Мы тогда так хорошо провели время Вот эту семью Дети до сих пор вспоминают Это вот, знаете Мы платим не за отдых А платим за эмоции За впечатления За воспоминания Такие яркие, хорошие Вот Поэтому В общем, всем советую А еще у нас у Полиночки Было день рождения Праздновали Как раз оно уже было в Москве Праздновали Мы его прямо вот здесь Очень хорошо погуляли Полина выбрала такой формат Она говорит Мам, пап, я хочу с вами погулять Позвать подружку И крестного Крестный с женой приехал Мы как раз с мужем И Поля с подружкой И мы прекрасно провели время Сходили с ней покушали Потом погуляли по центру Москвы Все вместе С Андрюшей Вот Потом Еще зашли в кафе Попили кофе И уже потом К вечеру приехали домой Было очень здорово И с утра самого Мы спраздновали с детками Сейчас покажу Как это было С днем рождения Поля С днем рождения Поля С днем рождения Поздравляем С днем рождения Тебя Ура Давай, Феденька Давай Полиночка Мы тебя поздравляем Ты у нас красавица Просто Невозможная Но мы решили Тебя еще немножко Приукрасить Чтобы ты блистала И подарить тебе Вот такие подарочки Да Вот Надеюсь, что тебе понравится Нашей дорогой Полиночке Исполнилось целых 16 лет Уже, представляете Уже такая взрослая девица Красивая И мы решили подарить ей Немного украшений Подарили два браслетика И две пары сережечек К каждому браслетику Браслетики можно комбинировать Между собой Также и сережки тоже В общем, получилось очень красиво Ей это все подошло Она об этом очень давно мечтала Вот То есть Я это не сама как-то придумала А прислушалась к ее желанию И к ее вкусу К тому, что она выбрала сама Вот Потом мы очень здорово посидели Все вместе Покушали тортики Выпили чая Детишке ей каждый пожелал что-то Очень было интересно послушать Федя ей пожелал трактор Поэтому Может у Полины в ближайшем будущем Будет трактор Вот Ну а в основном все желали ей Счастья, радости, улыбок Здоровья Ну в общем, молодцы Детишки, конечно Все очень хорошо Получилось И так Мирно, душевно посидели Ну что, мои хорошие Видео подошло к концу Надеюсь, я вас Ни грамма не утомила Хотя, наверное Хотелось вам посмотреть Больше море Больше про отели Все остальное Ну а сегодня Вот такое видео Решила сделать Чтобы вам было тоже интересно Ну чуть-чуть так Заглянули вы туда А следующее видео Уже будет полноценное Про наш отдых Вот Всех люблю Со всеми прощаюсь Но ненадолго Субтитры сделал DimaTorzok